здравствуйте в эфире разворот меня зовут шагиев валерий эвакуация авто за неправильную парковку наверное нет в челябинске автолюбители их знакомых которые не сталкивались бы с этой напастью кроме того что само по себе события не из приятных еще и скандалы то и дело вспыхивает то машину уронит то детей поставит на эвакуатор вместе с машиной соответственно то поцарапают то выяснится что компания которая занимается эвакуацией незаконно пользуется муниципальной землей и вот власть решила пойти навстречу автолюбителям причем законодательная власть и предложили законопроект который предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей для юридических от 15 до 30 тысяч рублей за порчу автомобиля во время эвакуации у нас сегодня в студии инициатор этого проекта руководитель фракции лдпр в законодательном собрании алексей александрович беседе здравствуйте здравствуйте и правозащитник юрий анатольевич панченко здрасте ну что алексей скажите с чего вдруг вы решили именно этой темой заняться мы решили мы заняться темой эвакуации почему под потому что вопрос наболевший к нам в приемную приходит большое количество людей с обращениями и вот одно из наиболее частых обращений это тема эвакуации в основном касается того что машины забирают абсолютно дерзко быстро и бескомпромиссно поэтому вместе совместно с депутатом государственной думы пашеном виталий львовичем от партии лдпр мы решили разработать данный законопроект дабы улучшить жизнь нашим автомобилистам автомобилистам но постараться по крайней мере почему тогда там только за порчу автомобиля вот вы сейчас перечислили несколько вещей из-за которых люди бывают недовольны что машины ну буквально воруют то есть оглянулся приехал уже маш пришел же машины нет там агрессия со стороны там не знаю эвакуаторов сотрудников эвакуации еще что то а вы решили только вот за порчу штраф установить ну на самом деле чуть-чуть по-другому то есть штраф будут выносить за несоставление протокола протокола осмотра транспортного средства при задержании то есть транспортное средство когда увозят сотрудникам гибдд ведется видеосъемка дальше составляется протокол и когда автомобиль человек приходит получать и вдруг он поврежден вот надо тоже в этом случае должны будут сотрудники составлять протокол осмотра транспортного средства до уйти от спорных вещей автоинспекции или службы эвакуации когда выдают автомобиль уже собственник так час просим юрий анатольевич это вообще законно у нас есть закон об эвакуации это область отдана на уровень субъектов российской федерации есть соответствующий закон где прописан порядок эвакуации как это что происходит какова оплата я так понял что именно в этот закон идут поправки и плюс в закон об административных ответственностей челябинской области в эти два административных правонарушениях челябинской области это понятно значит что меня здесь больше всего смущает у нас административный кодекс предусматривает наказание за нарушение конкретных норм каких-то норм например человек зажег костер неположенном месте это запрещено правилами противопожарной охраны его наказывают по кодекс об административных правонарушениях или тот же водитель заехал на газон он нарушил правила благоустройства и он отказывают за за нарушение правил благоустройства опять же по административному законодательству а есть у нас составы уголовные ну первую очередь это тут можно сказать всем знакомый материальный ущерб ну в результате хищения нарушения в результате грабежа или там что воровства вот уголовный кодекс эта вещь в себе то есть там совершенно не нужно нарушение какого-то третистороннего закона есть грабеж все этого достаточно это уже образует само по себе то есть вы клоните к тому что этот законопроект он не вылазит ни в уголовный кодекс не в граждан я сейчас договорю некоторые составы уголовного преступления искусственно спущены на уровень административного чтобы они шли по упрощенному порядку то же самое крупное хищение у нас есть статья 168 есть соответствующая статья в кодексе об административных правонарушениях 717 это мелкое хищение так вот меня больше всего смущает что собственно говоря состав который больше относится к уголовному праву вдруг принимается на уровне административного кодекса об административных правонарушениях субъекта российской федерации очень сильно смущает вообще имеет ли право наше законодательное собрание принимать такой закон имеет право алексей конечно имеют экспертизу закон про их законопроект проходила проведена и более того было написано письмо губернатору алексей леонидовичу текстуру он тоже поддержал этот законопроект есть положительно есть положительное заключение губернатор ну если ко мне попадет такое дело первое что я сделаю я попрошу рассмотреть конституционный суд законность принятия такой нормы в нашем законе давайте еще раз и уточним ответственность как это будет работать но вот допустим не составили протокол не составили протокол да можно будет сотрудника штрафстоянки привлечь к административному взысканию в каких случаях физлица в каких юрлица будет штрафоваться в данном случае сотрудники которые работают на штрафстоянках это в основном все юрлица поэтому ну вы должностное лицо юридическое лицо здесь и разница в штрафе то есть каким образом то здесь соответственность это будет ну получается что сотруднику штрафстоянки как юрлицу будет выписываться штраф на юридическое лицо да ну тогда вы должны ввести запрет на несоставление протокола или прописать вот в правилах эвакуации в законе как раз это и прописано отдельно прописано да отдельно прописано что не заставлен не за составление протокола потому что ранее также фракции лдпр было внесено в восемнадцатом году был внесен закон о составлении как раз вот этого протокола о задержании транспортного средства еще бы тогда пожелание чтобы водитель эвакуатора как принимающий ответственность за сохранность момента эвакуации тоже производил или видеосъемку или делал фотографии ну помимо того что видеосъемку ведет и сотрудник гаи я думаю это будет большим плюсом к тому что они или сами себя смогут оправдать что мы здесь ни при чем тогда вся ответственность уже на штрафстоянки и для водителя появится лишний повод вот у меня машина перед эвакуацией выглядела вот таким образом эвакуаторщик принял а на штрафстоянке мне возвращают машину вот с такими повреждениями то есть лишнее доказательство будет есть законопроекте вот кроме того что они протокол составляют они еще и снимают там на фото или на видео чтобы потом то разночтение не было между протоколом и обязать фото и видеофиксацию делать мы не стали но это по желанию сотрудников они могут абсолютно спокойно это делать для собственного успокоения да и чтобы не попасть неприятные когда они им понадобятся они конечно их достанут а когда вопрос будет что меня повредили это поздно потому что когда привезут эта машина уже повреждена там мы бумагу в конце концов можно всегда переписать я не говорю по слову подделать я хочу наших зрителей слушателей к разговору позвать какие на ваш взгляд нужно принять ограничения чтобы эвакуация автомобилей не вызывала столько скандалов телефон прямого эфира 269 97 78 у нас есть еще вайбер 9 2 2 7 5 5 3 9 5 туда можно писать сообщение еще раз спрашиваю как это будет работать то есть перед тем как эвакуировать сотрудник службы эвакуации составляет протокол ну или как называется осмотр осмотра автомобиля где фиксирует нарушения да те где есть царапины вмятины сколы если это там грузовой автомобиль то что есть в багажнике также если не тонировано окна они тонировка запрещена значит можно посмотреть что находится в салоне да все это описывается в протоколе плюс опечатывает это еще и сотрудник дпс должен будет подписать или сотрудник дпс да должен подписать и да вот разработан я с собой принес да значит образец этого протокола как он выглядит со всеми вопросами вот и на двух листах да на двух листах до составляться он будет в двух экземплярах как я уже говорил что при когда будут автомобиль забирать и когда же будут выдавать то есть что будет в протоколе о задержании транспортного средства соответственно фамилия имя отчество того кто задерживает данные автомобиля и значит вот здесь такие пометки на момент задержания транспортное средство имела механические повреждения описываются какие дополнительное оборудование там внешние антенны колпаки и иное и что находилось о чем я уже говорил в салоне или кузове автомобиля дальше транспортное средство кому было передано кто осуществлял транспортировку и соответственно кто принял автомобиль на штрафной стоянке вы засекали по времени сколько нужно чтобы вот этот протокол заполнить да да безусловно на это будет уходить время что вызывает особое волнение почему волнение наоборот да потому что они за это время могут вернуться и свой автомобиль спасти ну видите во всех положительных моментах всегда есть и небольшие минусы каждый дабы будет безусловно будет уходить больше времени на то чтобы автомобиль забрать потому что протокол придется составлять ну варианта не боль больше времени а почему нельзя это на стоянке составить но это же в присутствии собственника автотранспортного средства происходит почему потом после возврата прежде чем забирать автомобиль прошли с собственником посмотрели не если есть нарушение тогда будет подождите когда эвакуируют присутствие собственника они обязаны отдать автомобиль 2713 по моему да да если собственник пришел до того как эвакуатор двинулся инспектор отвязан ему это если автомобиль забирают там где он оставлен с нарушением правил а если забирают у пьяного здесь даже если собственник присутствует мы сейчас обсуждаем самую массовую да поэтому здесь то как бы но вот еще что подпись собственника должна быть нет да собственно транспортное средство выдают да конечно что не имеет претензий что забрал автомобиль в том состоянии в котором его эвакуировали теперь я объясню почему так быстро происходит эвакуация во первых все протоколы по эвакуации составляются заранее там и же указываются и понятые мне известен случай не в нашей области где не скажу когда понятыми записывали людей которые сидят на 15 сутках это очень удобно они заведомо все все подписывают инспектор приезжает на место уже с готовыми протоколами где все записано вот даже записаны бывают улицы остается поставить номер дома марку и номер автомобиля это это все выдается водителям эвакуаторов и они почему они прекрасно это знают я в своей книге это все описал только в одном случае то что на 15 сутках до до области это не не из нашего района как в том но теперь многие будут знать ну вот поэтому думаю что этот протокол будет заполняться заранее дальше когда инспекторы приезжают они приезжают не с одним эвакуатором на заранее обусловленное место несколько эвакуаторов сразу эвакуаторщикам раздаются бумаги они ищут автомобиль который в первую очередь очень удобно погрузить чтобы было меньше повреждений вот они его находят инспекторы подъезжают его хватают поднимают буквально за 2-2 с половиной минуты поскольку все бумаги есть и они уезжают причем бумаги даже не совсем обязательно заполнять вписывать марку автомобиля номер автомобиля доезжают до штрафстоянки процессе можно заполнить или на ближайшем светофоре когда стоит поэтому думаю что вот лишняя бумага если появится и и так же будут заполнять смотрите я могу тут возразить как можно заранее заполнить а если там повреждение ты просто пишешь а потом человек когда забирает он говорит погодите повреждений не было да ну или или он допустим говорит что вы пишите что у меня повреждения то у меня там повреждение есть это вы это повреждение нанесли если будут писать автоматически как вы говорите заранее заранее что заранее же нельзя предусмотреть какие там повреждения водитель эвакуатора когда он уже бумагу подписанную инспектором получил доехал до штрафстоянки обошел ну явные там вмятины он может потом сам сюда вписать кто ему это запрещает сделать кто будет будет разбираться кто конкретно у нас есть телефонный звонок возьмите наушники пожалуйста послушаем алло здравствуйте здравствуйте слушаю с интересом смотрю вашу передачу назвать александр я водительский стаж у меня более 40 лет и вот я немножко хотел вот что сказать значит вот по поводу эвакуации и ее роли как воспитательного значения то есть вот вы все правильно говорите что вот они подъехали выхватили как говорится там где людям действительно по нужде приехали встать негде там у какого-нибудь министерства там или у какого-нибудь этого самого я вот про что хотел сказать у нас существуют узкие улицы в городе ну с двумя например полосами в одну сторону ну для примера улица красная и вот одна из полос правая она постоянно заставлена машинами никаких там естественно знаков нет запрещающих ничего нету но люди приезжают и занимают полосу более того есть улицы с одной полосой в одном направлении вот есть такая ну межквартальная улица предположим и одна пола то есть полоса полностью исключается из движения едешь значит появляется встречный ты начинаешь от него там куда-то прятаться рулить разруливать тут вам и аварийная обстановка и все на свете и вот с этими вот такими парковщиками никто никогда не боролся я по крайней мере не видел чтобы вот именно эвакуировали с улиц вот где просто сужают ее затрудняют проезд и все такое прочее вот хотелось бы вот как бы чтобы вот в этом направлении работала то есть вы что там то есть вы говорите не выкуруют оттуда где надо бы эвакуироваться по идее надо да вроде вроде запрета нет стоят все же понимают что но это именно что это влияет на дорожное движение на его безопасность сделали две полосы фактически одна но вот мы всем вопрос слушателям задали вам тоже а что нужно сделать вот какие может ограничения законодательные принять чтобы работу улучшить его к службе законодательные тут какие ну как говорится я знаю что например здесь идет сплошная линия то тут и кстати и в этих случаях бывает что нанесена сплошная разметка но машины стоят и ты вынужден выезжать на встречную полосу ставь тут инспектора и я буду еще и попала понятно спасибо вам за ваш звонок спасибо вот это тоже кстати да подозрение которую автолюбители высказывают что забирают машины не там где они реально мешают а там где да там удобнее погрузить погрузить ну во первых могу сказать что вот три метра сбоку я работаю сейчас на улице свободы 83 там как раз через перекресток урал файзенбанк там постоянно из-за того что мест нету водители встают перед перекрестком а прерывистая перед перекрестком делящая дорогу на полосы переходит сплошную сбоку до сплошной меньше трех метров я постоянно наблюдаю как оттуда эвакуируют так что инспекторы в этом направлении работают и второй момент все таки давайте здесь немного вопрос был задан про то как увеличить пропускную способность дорог правила дорожного движения это позволяют сделать и например если по тротуару людей очень мало ходит ширину тротуара можно снизить и организовать парковку хоть полностью хоть частично автомобилей на тротуаре тогда они перемещаются с проезжей части на тротуар та же самая улица красная там одна сторона пешеходово совсем редко ходит туда можно но это уже к муниципальным властям я думаю вопрос и первом чтении пока законопроект да да законопроект принят в первом чтении сейчас ждем значит поправок внесение каких-то вот сразу хочу спросить насколько его можно будет расширить внести поправки вот насколько принципиально вот допустим люди захотят там ответственность какую-то для эвакуаторщиков там я не знаю за хамское поведение или еще что-то или все-таки вот основной контур этого закона они есть и уже незначительные какие только изменения в части увеличения уменьшения штрафов или еще чего-то да основной скелет закона уже создан а все дополнения которые поступят на комитете также будут рассмотрены и будет принято решение что включить что не включить точно так же будет проведена экспертиза поэтому как кстати голосовали депутаты были воздержавшиеся против единогласно все поддержали законопроект потому что видимо на самом деле тема наболевшая и каждого она касалась в той или иной степени ну да все таки мы уже сейчас на ходу придумали да как можно будет эти бумаги обходить и каким-то образом там лавировать ваши как бы деятельства вы часто встречаетесь когда люди подают в суд на службу эвакуацию за порчу автомобиля лично я встречался с этим всего два раза когда автомобиль действительно был поврежден но в обоих случаях люди отказались от претензий почему потому что в первом случае автомобиль был из москвы он приехал авокуаторщики наши просто обожают ненашинские номера это как для них как команда приема пищи значит почему люди идут легко на любые затраты что вдали от дома быстрее вернуть автомобиль вот а второй случай автомобиль просто был старенький и лишняя там вмятинка никакой роли не играла и водитель плюнул на то что этот потому что выигрыш от того что ему возмещат ущерб был бы намного меньше временных затрат и затрат материальных он не стал с этим связываться ну в принципе я вот перед тем как вы меня пригласили перевели перед тем как сюда прийти когда вы меня пригласили посмотрел судебную практику да такая есть но в первую основную и главную очередь конечно же играет роль это роспись водителя при получении автомобиля если он подписал бумагу если он подписал акт что претензий к стоянке не имеет потом что-либо сделать будет очень и очень сложно если водитель пришел получать автомобиль и видеть что он поврежден значит никаких бумаг что он согласен получить автомобиль в таком виде подписывать нельзя обращаться нужно в местное отделение полиции или как минимум позвонить по телефону 102 не первый не последний случай когда автомобиль повреждают и местные полицейские в дпс и по телефону 102 с такими случаями встречались приезжают оформляют главное что вот полицейский подписывает какие именно повреждения ну при в принципе одно и то же когда вот автомобиль в яму попал дерево рекламный счет это как характеризуется как дтп нет это не дтп а что это просто повреждение имущества почему тогда сотрудники дпс должны присутствовать не дпс если я оговорился обычные полицейские как правило это оформляет все участковый полномочий это его компетенция это повреждение имущества это повреждение имущество как это может быть трактоваться умышленная или как если это умышленное повреждение тут а каждый козактенового Как его трактовать? Человеку иск писать на умышленное повреждение или это не умышленное? Нет, умышленное там повреждение имущества, это должно быть доказано. Чтобы человек прям хотел сломать машину. Да, то есть это нужно именно доказывать каким-то образом. Как правило, это не умышленное. Зачем эвакуаторщику или штраф стоянки, лишняя головная боль, что специально будет грузить так, чтобы повредить автомобиль, рисковать этим. Тоже случай был, буквально сейчас прочитал возмещение ущерба. Эвакуаторщик сгрузил автомобиль, но встал неудачно и упал на него. То есть эвакуатор перевернулся на этот автомобиль. Понятно, что это вряд ли будет умышленное повреждение. То есть это все умысла никакого не было изначально. Судебные перспективы обычно какие у таких вот разбирательств? Ну, 50 на 50. Либо получится, либо не получится. Наши суды непредсказуемы. Я к тому, что это сложная процедура доказывания или все-таки здесь все очевидно? Если вдруг удастся доказать, что повреждение нанесено во время эвакуации или во время нахождения на стоянке, шансы взыскать? Да, шансы есть, шансы неплохие, так скажем. Я сейчас не могу сказать. Все зависит от конкретной ситуации. Одно дело, если повреждена небольшая вмятина, которую можно просто вытянуть и без лакокраски. Этот протокол, который будет утвержден и принят, если все чтение пройдет в законодательном собрании, губернатор подпишет, упростит процедуру взыскания и разговора, может быть, мирового соглашения со службой эвакуации? Я просто уверен, что он будет служить доказательством, доказательством того, были повреждения до того, как автомобили эвакуировали или они возникли до или во время, он будет принят как доказательство однозначно. Какие здесь повреждения нужно указывать? Ну, допустим, я не знаю, царапина. Если машине не один год, 10 лет, но все равно царапины какие-то есть. И там отличить, они получены были во время эвакуации или нет. Что их надо? Пересчитывать эти царапины или как? То есть, сам протокол, наверное, может два листа занятия эвакуировать машину древнего вида и у нее есть повреждения на колпаках или еще что-то. Или как-то закон регулирует, что там есть значительные, незначительные или вообще все должно быть зафиксировано? Все должно быть при визуальном осмотре автомобиля, все должно быть указано. Понятно, что автомобиль может быть как и новый, так и старый, но от процедуры от этой никуда не уйти, дабы потом все доказать. Потому что для кого-то же может царапина на крыле быть значительным повреждением, а кто-то, как говорил гость студии, отказался, просто рукой махнул. Да, и не стал ничего взыскать. Поэтому для того, чтобы спорных моментов избежать, нужно указывать все повреждения, которые имеются. Сколы, царапины, вмятины. Это требование кодекса об административных правонарушениях. Это прописано в законе. То есть, указывать абсолютно все. Более того, там даже подразумевают, что и комплектацию нужно описывать. Что внутри салона находится, в каком состоянии и так далее. То есть, квалификация должна быть тогда у сотрудников службы эвакуации. Вот как раз об этом опять же возвращаемся, что быстро эвакуируют. Подъехали, подхватили и увезли. Фактически-то люди и надеются. Вот бросил я сейчас автомобиль в неположенном месте. Пока инспектор меня увидит. Пока он вызовет эвакуатор. Пока он составит протокол. Пока он найдет понятых. Это все нужно еще при понятых. Либо под видеозапись делать. Либо под видеозапись. Да. Теперь еще и этот протокол. Да, мне 5 минут туда забежать. 5 минут обратно выбежать. А за 10 минут. В результате-то на этом покупают. Что эвакуация происходит за 2-2,5 минуты. Да, и фактически описание всех этих повреждений фактически не делается. Ну и скорее всего и здесь тоже найдут какой-нибудь лайфхак, чтобы это все обходить. Вы знаете, в первый момент, да, это все делается как и положено, чтобы все подводные камни найти. А потом думаю, найдут вузы. Это приспосабливается. Приспосабливается. Есть в законопроекте ответственность за несоставление протокола? Конечно. Вот за несоставление протокола как раз и будет вот такая цифра. То есть, если даже его в наличии не оказалось, уже штраф можно будет наложить. Уже можно будет наложить штраф привлечь к административному взысканию. Для этого что нужно будет человеку? Пожаловаться в полицию или куда? Прокуратуру? Взыскивать, значит, накладывать административное правонарушение смогут должностные лица Министерства дорожного хозяйства. То есть, туда надо будет человеку пожаловаться, что мне, там, допустим, не выдали протокол или его составили неправильно. Министерство дорожного хозяйства уже будет рассматривать и выносить решение о том, чтобы... Ну, тогда нужно прописать именно в порядке, как эвакуируют, как возвращают, что этот протокол должен быть представлен собственнику на... Ну, прямо прописать, что собственник должен быть ознакомлен с содержанием протокола. Ну, я понял, что у вас там подпись подразумевается, но подпись бог с ним в форме. Да, а именно в законодательстве отдельной строкой прописать это требование. Обязательно. Пропишите, Алексей. Да, хорошо. У нас первая часть программы подошла к концу. Вернемся в студию через минуту. Возвращаемся в студию. У нас в гостях руководитель фракции ЛДП в законодательном собрании Алексей Беседин и правозащитник Юрий Панченко. Говорим о законопроекте, который прошел первое чтение в законодательном собрании об ответственности за несоставление протокола об осмотре транспортного средства при его эвакуации. Как вы считаете, может повлечь эта мера новая в волну потребительского экстремизма? Допустим, автовладелец, получая машину и читая протокол, понимает, что сотрудник эвакуации не заметил вмятину, которая на его машине уже год красуется. И он говорит, ребята, ну вот вы пишете, что у меня правое крыло нормальное, хорошее. Пойдемте, я вам покажу там вмятину. Ну, это уже пахнет мошенничеством в первую очередь. Во вторую очередь мы сейчас только обсуждали, что сейчас полицейские предпочитают видеозапись при эвакуации автомобиля, а не привлечения понятых. Эта запись сохраняется и сохраняется достаточно долго. Если человек видит, что здесь не записали, ага, я сейчас всех обману, обращаемся в ГАИ. ГАИ предоставляет видеозапись, там эта вмятина уже есть. Понятно, что речь идет о мошенничестве. Иди сюда, родной, мы сейчас с тобой будем разбираться, где ты будешь ночевать. А это именно как мошенничество будет квалифицировано? Не вполне возможно, но это именно так. То есть, человек хочет получить незаконным путем доход, он же хочет, чтобы ему оплатили это все вмятину, а это все как раз состав. То есть, здесь все-таки угрозы никакой нет для службы эвакуации, и в данном случае потребительского экстремизма, и мошенничества здесь можно избежать. Если, опять же, сотрудник ДПС добросовестно вел съемку и еще эту видеозапись сохранил. Это бывает не всегда. Да, это бывает не всегда. Ну, здесь уместно что сказать? Освобождает от ответственности знание закона. Незнание не освобождает, знание освобождает. Так что здесь, когда вот такая вещь происходит, начинается соревнование. Кто лучше знает закон? Эвакуатор, ГАИ или пострадавший? Ну, или, лучше сказать, не пострадавший, а водитель. Начинается гонка. И кто в этой гонке выиграет, что обманет водителя, значит, эвакуаторщиков, ГАИ или нет? Ну, предсказать сложно. 269-97-78, телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков. И предложений, возможно, потому что поправки еще в законопроект принимаются. О том, как лучше, безопаснее, менее нервно сделать процедуру эвакуации наших с вами автомобилей. И какую ответственность увеличить или наложить на сотрудников эвакуации. Нам ваше мнение очень интересно. Вы бы сами какие предложили поправки нашим законодателям вот в этот закон, учитывая уже большой накопленный опыт по поводу вот этой процедуры эвакуации, которая у нас в городе уже давным-давно существует? Ну, у нас, напомню, до того, как эвакуацию сделать платной, она была бесплатной. То есть, на себя брал бюджет оплату и эвакуатора, и хранение на штрафстоянке. Такое было недолго, но было. Ну, тогда начали роптать, что бюджет очень много денег на это тратит. Но с тех пор, что изменилось, появились автоматические камеры. То есть, если мы собираем штрафы с автоматических камер, было бы очень неплохо эти штрафы направить на то, чтобы эвакуировали автомобили и эвакуировали именно оттуда, где они, вот как нам звонили, мешают, где они нарушают правила дорожного движения, действительно мешают. Вот. И тогда уже действовали бы избирательно. Здесь тогда бы деньги шли не в карман кому-то, вот, чем больше эвакуировал, тем больше получил. А здесь бы, ну, прежде чем эвакуировать, 10 раз подумали, а стоит ли это делать или нет. То есть, не искали бы, не то, что легких машин, а искали бы лучше вот то, что действительно мешает. Ну, что-то я повторился. Ну, то есть, профилактика, то, что для чего, в принципе, сама эвакуация и нужна. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, Александр. Значит, я хочу вот такой комментарий сказать. То есть, мы тут говорили о том, что после того, как человек придет на штрафстоянку забрать свой автомобиль, он может осмотреть этот автомобиль. Но фактически получается, что для того, чтобы ему автомобиль посмотреть, чтобы попасть на эту штрафстоянку и иметь возможность твой автомобиль осмотреть, его заставляют человека заранее подписать документы, что он не имеет претензий к эвакуации. Как вот в этой ситуации быть? Спасибо вам большое. Спасибо. Да, вот это очень точный, очень хороший звонок. На самом деле это так. Когда приходишь забирать машину, тебе говорят, вот документы подписывай, иди забирай, она у тебя вон там стоит. Вот вы знаете, на секундочку, не соглашусь. Значит, тоже имел неосторожность нарушить закон, поэтому также увезли у меня автомобиль. И когда я приехал его забирать на штрафстоянку, абсолютно деликатно сотрудники штрафстоянки предложили мне пройти, осмотреть и после этого подписать. Вы человек известный, депутат ЛДПР. Кто? Еще бы нам так не говорили. А мы бы пришли с Юрием Анатольевичем. Нам бы сказали, вот сначала подписывай, потом забирай свою машину. И вот слушатель тоже не зря позвонил. Это действительно система так выстроена, что сначала ты подпишешь себе документы, потом идешь и забираешь эту машину. Хотя вроде бы тебе никто не препятствует. И в первую очередь требуют оплату. Сейчас услуга эвакуатора и услуга штрафстоянки должна быть оплачена в течение месяца после возврата автомобиля. Де-факто требуют, конечно, и там всеми сразу на месте, чтобы оплатить. Ручки выкручивают. И здесь все то же самое. То есть выкручивают руки, пока не подпишешь, автомобиль не получишь. И в темную. Все это называется незаконное удержание транспортного средства. Это уже сам по себе состав правонарушения. Незаконное удержание имущества. Опять же, если сначала требуют подпиши бумагу, а потом пойдешь, 102, а телефон полиции. То есть теоретически человек может просто прийти и машину забрать, а оплачивать услуги эвакуации и штрафстоянки он может потом в течение месяца. Да, да, да. Еще у нас есть телефонный звонок. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как оперативно получать видеозапись с момента эвакуации машины? Потому что вот у меня машину эвакуировали в 2017 году, ее повредили. И в этот момент мне сказали, что есть какая-то видеозапись о том, что машину снимают перед тем, как поставить на подъем. Я за этой записью искрелись у полгорода. И мне ее в итоге дал сам представитель полиции, который ее эвакуировал, то есть осуществлял. Но я ради этого прошел лоду, огонь, медные трубы и так далее. Спасибо за звонок. Как сейчас Юрий Анатольевич пояснит? Ну, собственно, эвакуация, она начинается с составления протокола. Протокола об административном правонарушении, где все описывается. И раз протокол есть, то дело уже возбуждено. А, значит, водитель, который привлекается к административной ответственности, может знакомиться со всеми материалами дела. Для того, чтобы познакомиться с видеозаписью, он подает ходатайство об ознакомлении с... Куда подает? Теоретически должен подавать тому, кто составил протокол, если есть такая возможность. Если он смотрит фамилию инспектора и пишет на него ходатайство и отпускает в ящик? Нет, но это если есть возможность быстро сделать. Если нет, то протокол передается на рассмотрение командиру роты ДПС, заместителю командира роты. То есть он передается какому-то должностному лицу на рассмотрение, который имеет право рассматривать это дело. Вот тот, у кого находится в данный момент протокол, он либо у полицейского, который его составлял непосредственно на месте, либо у лица, который рассматривает это дело. Хоть туда, хоть сюда можно подать ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В материалах дела должна быть видеозапись. Она должна быть здесь непосредственно где-то рядом. А сколько хранится такая видеозапись? Вот сейчас не скажу сколько, но как минимум 30 дней это должна. Вообще она должна храниться до рассмотрения дела однозначно, но потом еще 10 дней после вынесения постановления, чтобы была возможность... 10 дней дается на обжалование. То есть она тоже должна храниться, чтобы не исчезать из материала в дело. И затем, если жалоба не подана, в принципе, постановление вступает в силу, эта запись уже значения не имеет. Но хотя она служит доказательством и должна храниться вместе с материалами дела вечно. Это согласно административному кодексу? Да. То есть доказательства должны в деле храниться. А будь то видеозапись, бумага или какие-то еще иные доказательства, все это должно прикладываться в материалы. И возвращаясь к нашей теме, это тоже будет в помощь людям, которые захотят либо протестовать протокол, либо... Протокол не протестовывается. Ну, я имею в виду, что подвергнуть сомнению его правильность заполнения. То есть та же самая видеозапись может либо доказать, либо их опровергнуть. Да, да. Ну вот опять же, если коллизия не сохранилась в видеозапись, такое сплошь и рядом ведь бывает. Ну, сейчас я не помню точно, есть ли у нас наказание или нет за то, что доказательства из дела исчезают. Но вообще, в принципе, дисциплинарную ответственность тот, кто отвечает за сохранность дела, должен понести. Мы сейчас больше говорим о том, что это даст водителю при доказывании, допустим, того, что повреждения нанесли или... Да, я думаю, полицейские сами заинтересованы, зачем им уйти на конфликт с начальством. Это же бывает не из умысла теряются видеозаписи, конечно. Теряли более серьезные доказательства. Конечно, ну что вы, не всегда предполагают люди, что это будет конфликтная ситуация, и вот тут видеозапись теряется. Есть еще у нас телефонный звонок. Анатолий, задавайте свой вопрос. У меня была техническая неисправность автомобиля. Под знаком получилась остановка запрещена. Подъехали сотрудники ГИБДД и хотели забрать его на самостоянку. Вправили ли они это делать? Да. Сейчас узнаем. Если автомобиль имеет место, вынужденная стоянка в местах, где остановка запрещена, автомобиль должен быть обозначен аварийной сигнализацией, знаком аварийной остановки. Если он обозначен все как положено, значит, никаких претензий со стороны ГАИ быть не должно. Если же автомобиль просто стоит на аварийке, аварийкой моргает, извините, это не вынужденная остановка, это остановка хитрая, скажем так, я ее назову, что у меня вот тут какие-то проблемы, у меня знак аварийной остановки, вернее, я не буду выставлять знак аварийной остановки, это долго и муторно. Сейчас я свои дела порешаю, сяду и еду. Если просто знак обозначен аварийкой, это не вынужденная остановка. Алексей, как думаете, когда примете закон? До конца каникул, до начала каникул? Я думаю, что да, до начала каникул примем, потому что в течение месяца рассмотрим, поступят опять поправки. Я думаю, что мы от нашей фракции поправку одну все-таки внесем, прислушаемся, и вот те штрафы для должностных и юридических лиц сумму все-таки уменьшим. Хотя в ряде соседних регионов, возьмем это Свердловская область, Курганская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, штрафы установлены именно вот в таких рамках. Там уже приняли эти законы? Да, они уже работают. Есть какая-то информация, полезная, не полезная? Почему, допустим, штрафы посчитали, что высокие? Что по валу этих штрафов оказалось, что пришлось эвакуаторщикам его платить? Почему они заранее беспокоятся за то, что штрафы высокие? Ситуация складывается следующим образом, что если это большие города, административные центры, машин больше, эвакуаторщики там зарабатывают больше, и другие суммы зарплат, да, совершенно? То есть, если мы возьмем Челябинский, Верхнеуральский район, четко будет понятно, что разница в деньгах значительная. А здесь вы больше исходите из интересов тех, кто в районах работает, а не Челябинск. Потому что закон-то на Челябинске. Вы знаете, на самом деле, закон для Челябинска больше, потому что из области ни одной жалобы никогда к нам не поступало. Даже сейчас, когда ездим, идут у нас автобусы помощи, на всей территории работают Российская Федерация, еще в Челябинске два ходят. Достаточное количество людей приходит на приемы, ни одной жалобы ни от кого никогда мы не слышали. То есть, это в основном проблема Челябинска, именно вот в городе. Потому что в городе эвакуируют автомобили больше, нежели чем в области. Если взять сравнение, в 2020 году в Челябинске было эвакуировано 15-17 тысяч автомобилей. И если взять город областной, то там, допустим, 500 автомобилей в год всего лишь эвакуируются. А закон, он должен работать на территории всей Челябинской области. Но вот по другим регионам, какие отзывы приходят о правоприменении? Помогает это людям свои права отстаивать? Или пока еще не ясно? Или не так долго работают эти законы, чтобы понять? Общался с коллегами из Башкортостана, из Уфы. Значит, перед тем, как принимать, консультировались, разговаривали. И у них работает достаточно успешно этот закон. Многие уже, значит, автолюбители, автовладельцы отстаивали свои права именно благодаря этому протоколу. Поэтому мера на самом деле полезная. 269-97-78, телефон прямого эфира. Есть у вас еще немного времени позвонить, задать вопросы. У нас почему-то вопросы все Юрию Анатольевичу по поводу правоприменения. Все-таки проблемы-то все равно существуют с этой службой и нареканий очень много. Очередная проблема, могу сказать, Челябинска. Это новые знаки появились. В гости они у нас с прошлого года, с апреля прошлого года. А в правила дорожного движения они не включены. О чем идет речь? У нас есть в гости теперь новые знаки. Знак парковка. И на сам знак перенесен символ инвалида. Таких знаков достаточно много. И вот по Карла Марса, и возле оперного театра. Повторюсь, этих знаков в правилах дорожного движения еще нет. Они еще не включены. Но из таких мест уже эвакуируют. Как здесь быть тогда? Здесь нужно отказываться от постановления. То есть, чтобы был составлен именно протокол, чтобы он рассматривался. И в протоколе, когда идет рассмотрение дела, в протоколе нужно написать или в объяснениях, на данном случае при ГБДД, написать, что данный знак не предусмотрен в правилах дорожного движения. Нарушить, соответственно, требование, знака которого в правилах дорожного движения нет, невозможно. Соответственно, правонарушение отрицаю, эвакуацию считаю незаконным. В этом случае есть шанс протестовать протокол. Не протокол, а чтобы постановление было в пользу водителя. А если не получается, последовательно идти по всем инстанциям, вплоть до Верховного суда. А деньги за эвакуацию можно будет вернуть в этом случае? Да, деньги однозначно возвращаются. Если эвакуация будет признана незаконной, деньги возвращаются. Почему такая ситуация сложилась, что в гости есть, а в правилах еще не есть? Не успевают у нас. То в правила примут новые знаки, в гости их еще нет. То наоборот, в гости знаки появились, в правилах еще нет. Но это сплошь и рядом. Приняли гост, изготовили знаки, а правила еще не изменили. А правилах еще нет, да. Ну, я думаю, что там это, что, дело нескольких месяцев или года, когда будут успевать? Ну, вот уже год прошел, как принят вот этот новый знак, парковка и... ГОСТ принят новый. Да, ГОСТ. А в правилах дорожного движения пока еще это все не принято. Но установлены-то они правильно и действуют-то они правильно, если... По ГОСТу они установлены правильно. Да. Но по ГОСТу именно на сами знаки. А в правилах дорожного движения его описания нет. То есть до водителей фактически не довели, что это новый знак, что нарушать его требования не нужно. Наши местные законодатели ничего не могут тут сделать? Ну, есть такая штука, как депутатский запрос. Я не знаю, есть ли на нашем уровне. Это федеральный уровень. Это федеральный. Ну, вот. Но знаки-то устанавливают местные же все равно. Ну, да, местные. Ну, разговор этот идет уже. Мне кажется, нужно, чтобы от фракции ЛДПР поступил запрос, почему используются знаки, которых нет в правилах дорожного движения. Интересный, на самом деле, вопрос. Проработаем, посмотрим. Обсудим с депутатом государства. У меня фотографии есть. Сейчас могу показать. Я думаю, что можно поехать посмотреть. Уже и писали про это, и снимали видео. Да, и машины там стоят. Ну, правда, я не видел ни разу, чтобы эвакуировали оттуда машины. Но уже с скандалом-то и сигналом-то и поступают. Что еще мы не сказали про законопроект важного, что там есть, кроме этого? Или он вот такой простой? Вот мы сейчас рассказали. Не составление протокола осмотра будет караться нарушением для сотрудников эвакуации. Да, достаточно простой законопроект. Поэтому мы, собственно говоря, все проговорили. Проговорили про где работали. Может, с коллегами общались, может, кто-то уже обозначил свое желание, другие фракции какие-то поправки внести. Не было еще таких сигналов? Еще не было, потому что времени прошло еще мало. Заседание было вчера, а в четверг, да, сегодня пятница, поэтому прошли только сутки. Я думаю, что поступят. Судя по практике работы в других регионах, не было попыток его, допустим, каким-то образом оспорить. Тут, как Иоанн Тович сказал, что он находится на стыке между кодексами уголовным, административным. Да, уголовное это ведомство у нас исключительно федерального центра. Административное законодательство, оно делится между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Но там все зависит от уровня законодательства. Например, стоянка на газоне. Если нарушен закон о благоустройстве, местный закон, то действует местный закон о наказаниях. Если же газон в полосе отвода дороги, то наказание должно идти в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Вот эта грань, она очень-очень слабенькая. Найти ее нащупать очень-очень тяжело. Я вот не случайно вспомнил о газонах. 2017 год. Верховный суд выносит постановление, что должны наказывать за стоянку на газоне на уровне кодекса об административных правонарушениях. Поскольку статьи нет, наказания за стоянку на газоне не должно быть. Проходит несколько месяцев, Верховный суд выносит постановление, что по местному законодательству наказывать нельзя, но прежде чем оспаривать стоянку на газоне, нужно местный закон отменить. И тогда можно оспорить и само наказание. Проходит еще несколько месяцев, я заканчиваю, и все возвращается на круги своя. Стоянка на газоне заканчивается по местному законодательству. Ну, будем надеяться, что у нас не произойдет такого законопроекта ЛДПР в Шелябинской области. У нас время подошло к концу. Большое спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю.